Взгляд на званы причины поражения российской сборной в полуфинале ЧМ по хоккею L. Названы причины поражения российской сборной в полуфинале ЧМ по хоккею 25 мая 2019, 19.29 фото Вазилий Федосенко, Reuters Текст, Алексей Дегтярев Главный тренер сборной России Илья Воробьев по хоккею рассказал об ошибках спортсменов в игре с финской командой Игру их вратаря, Кевина Ламкинина, мы разбирали Финны вышли кусаться, биться Этому можно было противопоставить только голы У финнов очень хорошая система Мы же делали ошибки, слабо сыграли в атаке и обороне, сказал Воробьев, передает ТАС У финнов очень цепкая команда, играющая в обороне, все ловит на себя Американцы талантливая быстрая команда, которая в атаке хотела играть Сравнил тренер финскую и американскую сборную Он добавил, что сборная вскоре настроится на матч за бронзовые медали, который предстоит сыграть в воскресенье По мнению бывшего главного тренера сборной России, ныне тренирующего московская «Динамо» Владимира Крикунова Российская сборная по хоккею проиграла в полуфинале чемпионата мира финном Так как не смогла пробить глухую оборону противника Финны обыграли нас только за счет организации игры, они всегда так играют Я сам им когда-то примерно так же проигрывал в полуфинале Олимпиады в Турине Финны давно нащупали этот момент, играют против нас от обороны, и нашего нападения не хватило, чтобы ее пробить Надо было заставлять финнов идти в атаку, а они играли плотно, все закрыли перед воротами, отдав нам углы Мы бросаем с флангов там вратарь, рассказал Крикунов Он добавил, что российская команда сыграла тактически неграмотно, спортсменам не хватило мощи Во втором периоде наша игра просела на 20%, и счет 0-1 это результат того, что наши нападающие попали в глухую оборону соперника, отметил эксперт Крикунов отметил, что лучшим вариантом для сборной России была бы встреча за третье место с канадцами Несмотря на то, что те очень схожи по игре на сборную Чехии Но наши ребята после сегодняшнего, скорее всего, будут морально опустошены Все ехали в Словакию за золотом И если соперником будет сборная Канады, наша сборная лучше соберется к этому матчу, пояснил Крикунов Министр спорта Павел Колобков признался, что расстроился из-за проигрыша российской команды Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах, но сегодня финны были сильнее Уверен, что завтра сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру, сказал министр, передает РИА новости Напомним, российская сборная по хоккей проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0-1 Соперник российской команды за третье место определится в субботу, после матча между чехами и канадцами, который начнется в 20.15 МСХ Текст Алексей Дегтярев